ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Команда из Украины и России собрала в Гомеле международный гонбольный турнир. Скорость и рев моторов в областном центре прошел Кубок города по картингу. Последний выездной матч подарил болельщикам футбольного клуба Гомель надежду. А вдруг еще не все потеряно? И клубу удастся сохранить прописку в элите. Всего два очка отставания от Витебска и три тура впереди. Поэтому на домашний матч со Слуцком команда выходила как на последний бой. Напряжение на стадионе центральное ощущалось почти физически. Вот только и Слуцк приехал в Гомеле исключительно за победой. Им тоже нужно сохранить свои позиции и не вылететь из вышки. Для гомельчан к тому же особое значение имел поединок в Солигорске, где местный шахтер принимал Витебск, ближайшего к зелено-белым по турнирной таблице. Забегая вперед, расскажем, что витебчане в этом туре очков набрать так и не смогли. Но Гомелю все равно нужно было уповать на собственные силы. К сожалению, стартовый отрезок матча прошел под плотным прессингом гостей. Затем темп игры немного снизился. Но игроки из Слуцка по-прежнему продолжали систематически подбираться к гомельским воротам. На 30-й минуте снаряд попал в цель. Якуба Бамба открыл счет в этом матче. До перерыва гомельчане продержались, но от второго гола спастись не удалось. Спустя несколько минут после возобновления игры лучшим бомбардир Слуцка Егор Субович записал в свой актив восьмой гол в нынешнем чемпионате. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками. Проблема в том, что видно было, ребята уставшие, нет желания, нет страсти. Хотя по глазам видно, что хотят. А физиологию, а на том ее не обманешь. Поэтому сложно пока играть ребятам против одетых, обутых, накормленных и состоявшихся футболистов. Тренерский штаб Гомеля бросился использовать все замены, чтобы только придать свежести игре. Но гости решили взбодрить соперника по-своему, закатить третий гол с пенальти. Последнюю надежду на победу в зародыше подавился Нин Сибай. Ложкой меда стал гол Максима Санца на 89-й минуте. Это, кстати, был первый гол 18-летнего нападающего Гомеля в высшей лиге чемпионата страны. Вот только взбодрившимся гомельчанам отыгрываться было уже поздно. Слуцк заработал свои очки. Ребята очень ответственно подошли к игре, учитывая важность этой игры. Считаю, победа абсолютно заслуженная. На протяжении всего матча контролировали ход игры. Единственное, небольшой осадочек остался от пропущенного в конце гола. Но это не самое главное. Главное, что мы сегодня выиграли, добыли три очка. Небольшой шанс выкарабкаться из ямы у Гомеля еще есть. Следующий матч команда проведет в субботу, 31 октября, в Мозыре против местной Слави. В чемпионате Беларуси по мини-футболу в высшей лиге только Лид Сельмаш пока не теряет очков. Действующий чемпион в седьмом туре одержал очередную победу. Со счетом 4-1 обыгран Светлогорский ЦКК. Бычи одержала крупную победу над столичным Динамо БНТУ 6-2. Агрокомбинат Южный в Микошевичах уступил граниту 4-9. В РЗ в седьмом туре принимал минский «Дорожник». Перед седьмым туром вагоностроители были среди лидеров. Четыре победы в шести матчах позволяли чувствовать себя уверенно. На вод «Дорожник» имел в активе всего две виктории. Игра в Гомере началась с небольшого преимущества хозяев. Гости грамотно оборонялись и отвечали контратаками. Первый мяч зрители увидели только на 15-й минуте. Счет открыли минчане. Спустя две минуты Коваль сравнял. Под занавес первой половины гости отличились и во второй раз. Мы все получили, получается, с контратак, где вскрывали наши края. И потом шли прострелы, подбирали, забивали. То есть, в принципе, мы на это акцентировали внимание, но не получилось. В одной из первых же атак во втором тайме вагоностроители могли сравнять счет. Однако мяч попал в перекладину. После хозяева плотно носили на ворота минчан. Однако позиционные атаки и дальние удары результата не приносили. Да и голкипер гостей не давал поводов усомниться в своем мастерстве. Дорожник же, в свою очередь, умело пользовался ситуацией, ловя увлекшегося нападением соперника на контратаках. С каждой минутой градус матча возрастал, борьба становилась более жесткой, а футболисты эмоциональнее. В 35-й минуте в пассиве Дорожника было пять фолов. Шестой фолл и последующий десятиметровый были бы отличным шансом для хозяев сравнять счет. Однако минчане заиграли внимательнее и не давали судье повода. Решающей стала 38-я минута, на которой Дорожник довел свое преимущество до двух мячей. Даже выпустив пятого полевого игрока, ВРЗ не смог забить. Ветрость прибавила в движении. Нас, наоборот, начали силы покидать. Все-таки у нас команда возрастная. И было очень сложно. Но ребята проявили силу, характер, мужество. Наконец-то я увидел, что есть и командный дух. Я считаю, сегодня уступили в равной игре. Все сделали, кроме как забить. Ну, на один больше, чем противник. В предстоящие выходные ВРЗ также будет нелегко. Соперник – лидер чемпионата Лицельмаш. Игра пройдет на поле машиностроителей. В эти дни в Гомеле проходят Республиканские Олимпийские дни молодежи по гандболу среди девушек 1999-2000 годов рождения. Финальные матчи состоятся в ближайший четверг. Накануне старта этих соревнований во Дворце игровых видов спорта завершился международный турнир среди юношей. В нем приняли участие команды из Белоруссии, России и Украины. Две команды из Санкт-Петербурга по одной из Чехова, Перми и Киева. Ну и, разумеется, хозяева – команда Гомельской области. География довольно широкая. Многие в Гомеле не впервые. Их привлекает высокий уровень проведения турниров, а также конкуренция. Проходных игр календарь никому не обещал. Эти команды к нам не раз уже приезжали. То есть это наши давние друзья. Они с удовольствием к нам ездят, потому что созданы все достаточно хорошие условия. Призы хорошие и ровные команды. Самое главное, что приезжают. Они сыграют здесь за 4 дня по 6 суток. На эти соревнования у гомельских гонболистов и тренеров есть конкретная задача – получить опыт и подготовиться к республиканской спартакиаде, которая пройдет через две недели. Гости также рассматривают турнир в Гомеле как обязательную часть тренировочного процесса. Цель основная – это подготовиться к нашему чемпионату России. Этот турнир в плане подготовки у меня стоял заранее. Наиграться, опять же, наладить связи. Команда Гомельской области заняла пятое место. Наши гонболисты одержали одну победу. Два матча завершили в ничью и два проиграли. Победителями турнира стали гонболисты из Чехова, бронза у Киевля. Замкнула тройку призеров команда из Пермского края. Две недели назад турнир «Золотая осень» собрал в Гомеле теннисистов в возрасте до 12 лет со всей страны. Воспитанники областного центра Олимпийского резерва по теннису по итогам этих соревнований без наград не остались. Их почин поддержали и старшие товарищи. «Золотая осень» проводится в Гомеле уже седьмой раз. Турнир имеет высокую национальную категорию, а потому на него всегда съезжаются сильнейшие. В нынешнем году в соревнованиях среди спортсменов до 14 и до 16 лет приняли участие более 130 человек. Причем многие пробовали себя сразу в двух возрастных категориях. Играть на два фронта совсем непросто, однако полученный опыт того стоит. Я по 16-ти пробовала поиграть. Очень тяжело иногда бывает. Но сражалась все равно. Победителей выявляли в одиночном и парном разрядах. Конкуренция высокая, однако гомельчане на фоне соперников не теряются. «Приехали достаточно сильные теннисисты, но наши спортсмены молодцы. Они составляют достойную конкуренцию к приезжим участникам». Воспитанники областного центра Олимпийского резерва завоевали на турнире 8 наград. Даниил Харьков стал победителем в одиночном разряде в возрастной категории до 14 лет. Вместе с Владиславом Клеменком он выиграл парный разряд в возрастной категории до 16 лет. Гомельчанка Дарья Хамутянская и минчанка Кристина Ковалевич выиграли парные соревнования в возрастной категории до 14 лет. Также на счету гомельчан 5 серебряных наград. Скорость, крутые виражи и рев моторов. В Гомере на трассе Центра дополнительного образования детей и молодежи прошел Кубок города по картингу. Соревнования носят имя мастера спорта СССР Ивана Кобылянского и традиционно собирают сильнейших гонщиков Беларуси. В нынешнем году зрелищности заездам придавали не только соперничество и умения пилотов, но и погода. Осенний Кубок Гомеля – это довольно представительный старт. Впереди республиканские соревнования. Это неплохая возможность набраться опыта. В нынешнем году участие приняли около 50 спортсменов. От малышей, только осваивающих азы, до опытных гонщиков. Сильнейших определяли в личном и командном зачетах в нескольких классах картов. Наша трасса является одной из лучших в республике. Поэтому каждый спортсмен, который приезжает к нам на соревнования, ставит перед собой задачу, скажем так, получить определенный опыт участия в соревнованиях и получить какие-то определенные навыки для себя с учетом особенностей нашей трассы. Картинг – это, можно сказать, дверь в мир автоспорта. Многие именитые гонщики начинали осваивать мастерство именно с картов. Простота управления делает этот вид доступным почти для каждого, независимо от возраста и опыта. Популярен картинг и в качестве развлечения. Однако, если дело касается соревнований, то весь налет простоты и несерьезности исчезает. Некоторые из этих маленьких машинок могут разгоняться до 100 км в час. На такой скорости любая неисправность может привести к аварии. А потому, прежде чем выйти на старт, все проходят техническую экспертизу. Мокрая трасса и накрапывающий дождь внесли коррективы в работу судей. Однозначно смотрим резина, чтобы была дождевая, протектор, чтобы был у них по норме. На техническое состояние картинга, на тормоза, на разность звездочек, чтобы было рулевое управление в норме, что составляет безопасность каждого гонщика. Пока гонщики участвуют в церемонии открытия, знакомятся с графиком проведения соревнований. В боксах кипит работа. Механики настраивают карты, проводят последние проверки. Погода и тут внесла свои поправки. Под дождь машина полностью перенастраивается. Есть много различных нюансов, секретов. Правда, для самих гонщиков дождь – это не всегда помеха. Некоторые из них на мокром покрытии чувствуют себя даже лучше, чем на сухом. Еду, как и по-сухому. Мне в дождь просто проще ехать. По итогам Кубка Гомеля гомельчане на высшую ступень пьедестала почёта в личном зачёте не поднимались. А вот в общекомандном стали первыми. Второе место у гонщиков из Витебской области. Третье у Могилевчан. И на сегодня о спорте всё. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова